Всем привет на моем продолжающемся действии под названием убийство Солгрина. Это уже 20 акт. Ну и собственно, всем привет. Вот мы увиделись снова. Солгрин сопротивляется, но он перешел уже в полупассивную фазу, когда он уже просто на остатке сил пытается какие-то предпринять свои стандартные действия, но он видит, что уже они слабо помогают. Правда, его козырь с пауком пока что непреодолимый, но это единственное, скорее всего, что его пока еще спасает. Ну и плюс его затянутые атаки просто оттягивают неизбежное. Просто раз за разом отсылают Боши в начало, но не настолько успешно, чтобы этого хватило, чтобы сломить волю Боша. Ну, в этот раз Солгринчику удалось. Потому что Солгрин наложил проклятие на Боши в кривой хитбокс. И Боши просто ничего не остается, кроме как разобрать коробку просто в клочья. Только это может снять это проклятие. Да что такое? Так, Гуги Бастие не спойлили тут. Нехорошо так. А то вдруг будет мораль минус тысяча и это может очень печально закончиться. Интересно, какой движок Солгрин использовал для Винксов Ви? Может он допилил движок Боши? Или он абсолютно новый написал? Или какой-то взял чужой? Я просто не знаю, какая там физика. Ну, то есть вообще в принципе. Как она ощущается-то? Ну, выходит она уже очень скоро, 28 ноября. Значит, до 28 ноября я просто обязан убить Солгрина. Ну, как же это... Это же вообще не уже невозможно терпеть. Насрать всём в Пукин. Ай. 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 Лаки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот она, вот она. Ух тыж. Ух тыж. мега мэн этот пузырь камен нафигеть прогресс блин я думал кольца мэн велик это сейчас а как там это микрич лол как это микрич вообще тип бомбочки в эти пузыристое до того я не понял а типа стой на месте и все я не знаю такая тактика у меня была против этого пузырька мэна на 8 мега мэн но я немного растерялся к тому же на 8 мега мэна там можно было за вперед ходить а тут надо прыгать только исходить особо не так но остались у нас какие боссы так эти было любыл мариу был галанты было значит соника не было скелета не было мега мэн вот увидел шансунг был гена на не было тюгена на соника и скелета не было все со стороны были да что ж я думал она раньше полетит плохая карма со своим списком то просто я не понял надо ликвидировать всех у больше нет друзей кроме гаста разумеется гаста это надежный партнер товарищ и к тому же еще советник гаста никогда не подводит гаста просто не может он не может придать больше потому что больше на 10 процентов более а весом чем он типа офигенный так что это просто невозможно это друзья навеки правда больше может засунуть газ ты в покебол но это для его же безопасности ничего не знаю никаких ратата не знаю конечно я бы хотел бы луги закидать яблочками солгрима но это уже другая история и 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 Что говорит Рю, когда Атакует Ну, реально Вот эти все его фразочки Я не могу разобрать Он там матерится, да? По-японски Есть За два цикла Шаклифт, что это такое? Да что я поторопился Это вот это вот Насрать всем фукин Это удар ногой в воздухе? Влагает Но дропов нету Так я на goodgame и стримлю На кибергейм Лишили стрим Есть На последнем Шарике Ах как же Ну вот это же было Вообще легко Ну это уже все вопросы Собственно к рестриму Я-то настроил рестрим А что там Технически Это уже вопросы Goodgame Который рестримит Сам-то goodgame Нормальный стрим Работает У меня все в обоисти Показывает хорошо А дальше Я не могу ничего и поделать А-а-а Не вот Бывает, ну, главное чтоб проходило. Ой-ой-ой-ой, за что же я сделал-то, ну. Такие глупые смерти часто бывают, это что вообще такое что-то убрал сейчас. Ну, я-то не видел, кто свой грейн убивал. Чего сейчас быстрел, блин, что-то чуть не зафейлил. Ой, сейчас плохо, сейчас попадусь. Ну, там я не знал просто как. Вот это я бы не сказал, что глупая, потому что, ну, зажали меня. А до этого было две или три подряд реально глупо. Ну, вот это да, это глупо. На первой стадии уже не глупых не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думал, в начале вот это, потом вот это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Джокер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, чё это такое? Ну... Как я должен был от этого вернуться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И заметил-ки быстрее. Я не делаю рестарт, даже если вижу, что сейчас погибну. А вдруг размикру случайно. Ну, вдруг случайно размикру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И выиграю. Вдруг это именно вот в этой попытке, все остальное я тоже размикру. Ну, мало ли. А ты как-то очень быстро дропаешь попытку. Чуть только тебе кажется, что она фейл там. Ну, это плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и что ж ты хпшки? Я же тебе сказал, я этого босса лугию прошел без урона. Это означает, что даже если бы я слил бы 2 хп на первой фазе, то я протащил бы все остальные на оставшемся одном. Лавливаешь суть? Ну и что на рандомил? Так я же тебе говорю. А вдруг ты тоже на рандомил бы? В этом же и суть. А ты как бы чуть что все сразу выключаешь. Хотя, именно на первой стадии, если я тратил хп там, ну да, на первой стадии я тоже выключал. Ну вот, ну как бы, ну на третьей уже и дальше точно нет. Даже на второй там... А на второй я выключал, если я 2 сливал. Если я сливал только одну, то не выключал. Ну и то это только под конец, когда я уже до шестой стал доходить. Да, это я бы вспомнил. Так и делал. На первой стадии, то есть первую стадию я по-любому должен был пройти без урона. Вторую максимум 1 урон. Вот. На третьей в любом случае уже не выключал, пока не умру. И на четвертый и дальше, понятно. Хотя, по-моему, я на второй не всегда дропал. Ну, когда, ну, даже 2 хп терял. Ну, короче, как бы... На рандомить всегда можно, а ты просто не оставляешь шансов. Ты спытаешься идеально пройти. Не, ну, другой вопрос. Если ты хочешь без урона пройти босса, тогда понятно, что... Ну, даже если один урон получаешь, сразу надо и старт. .. .. ... ... ... а у фабинол уже 37000 смертей это мне чтобы его догнать нужно 11000 еще на салгрини нафармить но правда он то тоже не стоит на месте а я тут подумал пусть касты отдохнет пойдет он устал много трудился надо тоже дать отдохнуть привет хоббит ну вот и без газ ты нормально да причем тут продолжительность стрима я не понимаю что за бред ты говоришь ну серьезно причем тут продолжительность стрима потребление оперативной памяти от продолжительности стрима не увеличивается это овсянка это злая овсянка она наложила проклятие на больше в виде кривых хитбоксов кроме того она поработила кучу персонажей хороших соника марио там рю и других они теперь подчиняются этой овсянке ну биоланта правда и так плохой персонаж но теперь действует по приказам салгрина но я в dark souls не играл что сейчас можно шутка шутка с шутку шутка шутку Привет твисту ту. Вторая стадия такая, вторая стадия. Всем вторым стадиям, вторая стадия. Полон энергии? Да нет, просто меня вынуждают. Нельзя просто взять и не убить салгрина. Нет, вообще как бы можно, но плохие последствия будет иметь. Какими лагами выгибости? Это и так, это читерская атака салгрина, лаг. Он иногда ее использует. Правда похоже, что он все-таки уже обессилил и использует ее что-то редко. Сегодня пока ни разу не использовал вообще. Попробуй ворачиваться от зеленых шаров. Боши, ты слышал? Тебе дают очень полезный совет. Но нужно посоветоваться с Гастре насчет этой тактики. Гастре, ты как думаешь? Давай уворачиваться от зеленых шаров. Он говорит то, что некогда объяснять, просто прыгай. Вот, смотри. Здорово, Тверкилл. Правда, я сейчас не поймаю момент спама, наверно. Блин, ну я же сказал, не поймаю. Хе-хе-хе. Ну, по крайней мере, я могу без Гастре свободно заспамливать первую стадию. Да, Салгрин очень величественный, он очень могущественный. Ничего себе, не каждый себе может позволить такой щит. Это не просто так. Только у избранных такой щит есть. Ведь все его приспешники довольствовались просто своим набором жизней. Кто-то толще, кто-то тоньше, но никаких щитов. Что-то такое. Надо же, еще чуть-чуть и не соспамил бы. Начинается Тверкилл. Начинается Тверкилл. Могу там прочитать, что-то полностью. Эх, тоже не заспамился. Ну, смысле, не этот. Щит его дорогущий не спал. Ну, как так-то? Да, что ж ты ж. Пойду овсянки сделаю свой вкат у Бенни Салгрина. Давай. Только что с Интерстеллара вернулся. О, я тоже хочу посмотреть. Не спалери фильм. Привет, не пока она. И привет, Октопус. Да, смотрел Гитмана, смотрел первый, второй мир. И, ну, третий. Я не знаю, он прошел или нет, но когда я смотрел, он еще не прошел третий. Ну, Гитмана не очень интересно смотреть, потому что он с чатом очень выборочно общается, хотя я бы не сказал, что у него прям так много сообщений, что их нереально прочитать. То есть, как стример он интересный, но с чатом он очень гало общается. А, он прошел третий, ну, поздравляю. По счету палить это противопоказано, потому что он начинает отплевываться, а урона никакого. Мои пули не пробивают эту броню, слишком мелкий калибр. Нет, это лишь показывается, сколько в процентах мощность щитов. Но в реальности он на всего салгрина. Видишь? Ай-яй-яй, что там делать? Я не так встал. Ой, щас затралят. Но Амазон такой. Он атмосферный такой в тему. Только я не знаю, откуда эта музыка идёт. Где же вся музыка, она крадена откуда-то. А откуда вот это, я не знаю. Да. Именно только зеленые шарики отнимают щит. Больше другой возможности снять щит нет. Я тут на днях, точнее даже вчера, ну там неважно откуда, короче, видел ролик на ютубе. Один из уровней Megaman X6 игры. Ну просто записанное прохождение, да. И там музыка на уровне. Вот это. Туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну вот это тоже на больше вначале. Вообще уровень не воспринимается. Честно, я не могу эту музыку воспринимать как музыку на уровне Megaman. Это просто заставка Боша. А, скачаешь Ост Боша? Ну давай, это хорошая идея. Кто-то не в ТО переиграл. Ой, че сделал, пожалуй. Что-то прям, какая-то бомбежка тут жесткая. Второй цикл, ну давай. Надо было перепрыгивать. Гастли пусть все-таки отдыхает. Это я лишь его вообще-то вызвал только... Вот вызвал Гастли только, чтобы лишь спросить по поводу тактики уворачивания зеленых шариков. А он говорит, да нет, давай я тебе буду помогать. Но все-таки здравый смысл. Пусть пока придет покеболя. Он еще пригодится, его силы. Потому что на второй стадии, как бы, его усилия бесполезны. На первой стадии я и сам справляюсь. А вот на третьей стадии, фиг знать, что там будет. Ведь рано или поздно там дойдет до момента, когда нужно будет убивать Солгрина на третьей стадии. И тогда я не знаю, что там может пригодиться. Солгрина на третьей стадии. Солгрина на третьей стадии. Пусть у нас все повезло. Татумаки. 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 Что-то я не припомню, чтобы он это говорил. Сейчас пытаюсь вспомнить. Может, я неправильно произношу просто сильно. Но все равно даже примерно я должен был ассоциации какие-то возникнуть. Да ладно, там вообще по-другому говорят. Стоп, а что я его не заспамил? Заболтался что-то. Управление повисло. Я отпустил налево, он шел влево. Не понял. А, ну хотя да, возможно. Там критит тот с Максом Пуку, да, вот что-то такое. Он очень невнят на окончание, поэтому я тоже повторить не могу. Субтитры сделал DimaTorzok. Пытаюсь вспомнить, когда он делал апперкота, что он говорит. А, он говорит там, что-то типа, не знаю, что там на самом деле, но звучит как-то так. Ну, кстати, пять тысяч одна смерть на салгрине у меня уже. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, да, я и говорю, что Рюкен. А что он говорит, когда на боссе, на своем, да, вот где он именно Рю... Вот вначале он делает большой ходукин, да, потом летит поверху, а потом он едет направо. И вот когда едет направо, то... Что-то говорит такое длинное довольно. Но точно не то, что здесь говорит, когда летит на салгрине. Рюкен. 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 не наверно не получится не навод случайно удавалось ну и ладно а звонок мне извини Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, насколько получится, настолько получится. Я, наверное, стрим останавливать не буду, но я не знаю, насколько это будет. Так что... Если что, всем пока, если я слишком задержусь. Продолжение следует... Так, сейчас... Кто-нибудь тут еще есть, или уже все разошлись? Интересно. Так, стрим вроде еще онлайн. Ага, квик-сейвер. Так. Ну, сейчас, секунду у нас запаришь. Солгрин сам себя не убьет. Фантомас, привет. Какую кочку? А, в Ризард Мэнд Майс 3-4? Да, перепрыгнул. Не могу не пройти во мне в третьем мире. Какой момент? Третьем мире очень жесткий, на самом деле. Пунктирую с читоменом, что ли, не может пройти? Так, а сколько меня не было? У меня 30, да? Там, где он первый раз стреляет? Ну, то есть... Ну, короче... Там, где еще секретка снизу, на том экране, да? А, то есть делать это пунктирует, да? Привет, хвост. Я... Я пауков размикрил. Двух пауков размикрил. И меня убил бомбомэн этот. Ну, квиксаевер, я могу сказать, как там пройти. Тактику. Ну, если тебе это нужно. Или если ты хочешь сам, ну, тогда сам. А, ты знаешь? А, чё, что они могут пройти? А, чё, что они могут пройти? А, чё, что они могут пройти? Чё, что я давно до третьей стадии не доходил. Кошмар. Всё-таки я стал по-другому проходить волны, более адекватным способом. Надоело там справа микрить. Да что, это было глупо. Это было глупо. Там очень легко прослеживалась последовательность. А я просто затупил. Нормально. Как я пришёл, сразу ты пришёл. Ну, нормально. В принципе, ты. Главное, никогда. Главное, прошёл. Да, ну, тут уже не знаю. Тут, в принципе, нормальная смерть. А, уровень повышения скилла. Только если бы он у меня самого был бы, этот скилл. Ну, праздник это не спойлер, если он уже произошёл. Если бы ты сказал, что завтра будет отмечаться, то да, это спойлер. А если он уже отмечается, то это не спойлер. Привет, кстати, снаб. Ну, только что, что я о нём не знал. О, так, блин. Ну, короче, это не спойлер. Спойлером не может быть прошедшее событие. Опять я справа микро. Ну, ладно. Всё, идёт. Ну, правда, третий цикл сейчас будет. Но это ничего, если я забомблю слогрем. Ну, что это, ну... Почему на платформах они появляются? Давай, гори. Коробочка, гори. Не хочет. О, четвёртый цикл. О, впервые, по-моему, до четвёртого цикла дожил. Вот так. Блин, ну, чё же с таймингами не дружу. Всё. Всё. Продолжение следует... Думал, что наоборот она полетит выше, а я вниз упаду и будет ништяк. Я думал я убил его, а он что-то нет. Ой, а что так кленово заспамил? Ну давай, слагрим свои дурацкие шарики. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, эй, ты куда? Он не прыгнул, я же шал. Где там Тор? Он финалку будет сегодня стримить? Ну не знаю, в прошлое воскресенье аж две было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Че так мало заспамился? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неприятно... Блин, как-то неудобно, они все расположены. Снимаешь поудобнее, что ли, шарики твои расцовывать? Мне и так тут тяжело, ты еще тут сложностью, блин, Сталгрин состоишь. Не даешь себя спокойно убить. Да как это вот, от колеса было, блин, вернуться? Не, ну можно было, конечно. Но оно такое неожиданное. Кто знал, что от машины обломки отлетят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно куплю в день релиза и пройду на стрим. Не знаю, правда, сколько нам будет стоить, но я думаю, вряд ли дорого. Но я надеюсь, там не больше, там, 300, где-то 350 рублей. Да и то даже, может быть, меньше. Но если больше, то, не знаю. Но мне кажется, не будет больше. Не, ну, снаб, ну, как бы, может быть, не все же слышат. Ну, просто да, я говорил уже не раз вроде бы, что я буду ее проходить. Но не все же могли слышать. Вот только ты почему-то упорно ходишь на мои стримы. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Че, 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 как радио включил, а сам новости всякие смотришь. Не понял. Че, 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 я не понял, снаб, что это щас сказал. Да, спамся ты, ну. Бомбит у тебя стал грин, признайся. Ну, говоришь, бомбит. А, как радио включаешь меня. Допрыгай-то в 6-ю какая-то. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Let's go. Давай. Капельки. Итак. Не знаю, как-то нарандомил один раз. Просто нарандомил один раз. В реальности я не знаю, как тут ходить. Действительно, снаб тут вообще нечего смотреть. Ну, логично, что кроме слагрина ты тут щас ничего не увидишь. Да никак, снаб, я не научился. Рандомил. Ага. Иногда получалось. Причем в победной попытке в том числе у меня получилось. Но это как бы незакономерность. Да что, что они затроллили. Да вылетит ты оттуда уже. Ну, ладно. Не, ну, снаб, понимаешь? Мне нужно подлететь наверх. Мне нужно подлететь наверх, но не до потолка. Потому что меня же паук иначе убьет. Да, я засавился в телефон. Чтобы была одна, не так, я сошел. Вот, так. Не, ну, 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 не, ну. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, снаб, там еще второй паук летит Вот че-то Читаю и сливаюсь, идеально вроде Ты меняешь раскладку на серкулятуре, вот это поворот Как же ты смог это сделать? Привет, Теркил еще раз Ну просто я не знаю, когда уходил, у меня такое ощущение, что как будто стрим заново начал Ну тем более двойной привет для тебя это нормально Нет, снаб, я не нахожу твой транслит интересный Не убился Ты тут все время, в смысле все время Круглосуточно Каждодневно Денная ночь на ду... Что это было? Теркил Теркил Ну, снаб, мне нравится Звук попадания пульки в тело Салгрина Это так приятно Звук попадания пульки в тело Салгрина Ей-е-е-е-е Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно, это середина, может быть... Здорово, Тор! Жизнь башиста и опасна и трудна... Приходится сталкиваться с невероятными противниками... Преодолевать их преобладающую мощь... Но все-таки... Приходится справляться... Ну правда, уже 20 раз не успешно справляюсь, но... Скоро будет успешно, я в этом уверен... Тор, когда стрим по финалке... Я тебе уже писал, что было в предыдущей части... Так что не отмажешься... Так что не отмажешься... Снапа бомбанет... Снапа бомбанет... А сейчас тут чего? А-а-а... Да-да-да-да-да-да... Ну ладно, молчу тогда... Там на стадии, где пауки... Там надо как-то вот... Блин, успеть реагировать... Чтобы только у меня чуть-чуть эта помпа подбросила... Но вот как-то очень блин точно надо... Это пипец... Не-не, снап, ничё... Не бомбанешь, нет... Забудь... Чё, у меня фаркрат через 8 часов скачается... Но... Я ещё второй не прошёл... Так что я... Ну и тем более, четвёртый-то дорого стоит... А я же не буду с торрентов качать... Тупо идти в яму... Нет, там всего две вроде помпы... А, здорово, чай... Чё ты рак... Ну так... Что... Не видел, что ли... Предыдущих стримов? Чё-то ты удивлённый... Тем более, ты же видел описание... Да пережил, пережил, торр... Тор дропнул Боши на десятом мире... И пусть не говорит то, что он там медленно проходит... Нет, он дропнул Боши на десятом мире... Вот пока он не продолжит... Если такое будет... А я сомневаюсь, что это будет... Ну, значит... Это будет только подтверждаться... А я хоть и рак, но я хотя бы упорно продолжаю... Проходить... Я думаю, что всё-таки это... Увенчается рано или поздно успехом... Звук клубы и под низк grande. Увенчается! Увенчается легко? Увенчается легко! В общем снимаем похваживание queria! Ну, Снап, ты не можешь сказать, что ты прошел салгрина, если я приду салгрина. Так как я не уверен, что ты лучше меня играешь. Может быть, микро, что я там лучше, но зато вот насчет упорства сомневаюсь. Так что должен сам пройти. Ну, Тор, ну, была пауза. Ну, ты тогда дропнул на Марио, ты дропнул больше на Марио, да. А потом просто ты решил поиграть заново. Заново. Ну, не заново, а типа продолжить. Ну, Снап, ты это официально заявляешь? Я помню, почему ты продолжил. Потому что ты играл в игру на стрим Сувако Инпексив. Может быть, ты помнишь, что приходил такой. И там единственный босс, такой типа как в Тохо стиле. И я не помню, почему, но ты там упоминал Боша. Не помню в тему, к чему. Но я тогда не знал ни Тохо, ни Боша. И как бы я перепутал и думал то, что... Вот эта шняга, когда пули кучи летит, типа это что-то связано с Боша. И тогда ты мне по скайпу сказал то, что нет, это не Боша, это Тохо. А я говорю, а что такое Боша тогда? И ты мне скинул блин долбанный зип архив с Боша. Я решил поиграть. Ну и результат на лицо. А ты мог мне отвечать, что такое Боша? Сказал бы, что это неинтересная игра. Так, забей. А ты меня тогда заинтриговал. Я не помню, что ты именно ответил. Но что-то такое, что я захотел попробовать. Ну вот, да. Ох, лол. И причем еще второй момент. Я помню, ну ты сказал, что типа это сложная игра там и все такое. Ну я типа... Ну тогда я попробую вначале на ЕЗ пройти. Ну ты, блин, мне отговорил. Сейчас бы уже... Я бы давно убил бы Сулгрина. И вообще прошел бы Боша на ЕЗ. Ну блин, такое не забывается. Так суть в чем? Ну, на самом деле, я уже начинаю сомневаться, что ЕЗ режим настолько уж не нужен. Ну как бы тут спорный вопрос. Сейчас объясню. Понятно, что ЕЗ режим для лалок, да? Но если бы я прошел игру разок на ЕЗ, то я бы уже знал бы все тактики в целом на боссах. Ну кроме тех, допустим, которые я там даже фазы не успел посмотреть, да? Но большинство я бы знал. И я бы уже не... Когда, ну, уже на Total Everage, я бы уже так не страдал. Например, я бы на Сулгрине уже знал бы все атаки на третьей стадии. И мне бы не приходилось бы уже так подолгу их изучать, потому что пока дойдешь до этой стадии, блин. Ну вот, так что как бы ЕЗ как тренировка, в принципе, хороший режим. Но с другой стороны, ну как бы, типа, больше же о страданиях, да? И типа, надо изучать прям там сразу с хардкора. Ну, поэтому спорный вопрос. А, что-то меня заделало. Меня впервые капельки убили. Да не заспамились бы на старте, снап. Я спамить не умел. Я спамить не умел очень долго. Я на Рю еще не умел спамить. То есть я на Рю хоть и заспамил этого... Как его там, дал Сима, да? Но впритык вообще впритык. И потом я еще долго не спамил. На Марио я не спамил. Так что я бы на старте ни одного босса бы не заспамил. Потому что он бы меня даже не вынудил к этому, ни один босс бы, чтобы я научился спамить. И в итоге, я думаю, что и Марио я бы даже там лотков бы, наверное, не убил. Ну, как бы... Так что... Сейчас уже сложно сказать, потому что сейчас я уже спамлю. Но, по-моему, я бы не смог. Да, я очень поздно. Я вот не понял, где я научился спамить. Может быть, на Мегамейне. Хотя нет. Не, на Мегамейне я уже мог спамить. Потому что я ему оставлял, по-моему, до 62 где-то хп. Или до 65. Ну, короче, это уже нормальный такой спам, в принципе. Может, на Биоланте я научился спамить. Блин, вот не знаю, где-то... Где-то научился. А, на Сонике, может? Хотя там спам не нужен. Короче, не знаю, ну... Как-то со временем пришло. В принципе, реальный спам... Понадобился мне на Генене, да? И на Чан Сунге. Ну, большей частью на Генене, потому что там это очень нужно. Ну, и потом уже на Миссинг Нону, это понятно. Да, жесть. Ну, как ни о чем. Все равно надо получить... Хоть и я его убил за один стрим вместе с уровнем. То есть полностью уровень и босса, да? Но все равно, по-моему, где-то с часок я его помучил. Точнее, он меня. Ну, блин, торт. Я не каждый день что-то такое состояние. Ну, начо должен без смертей до второго сейва дойти. Вот и все. Так Генен же, это же еще типа-типу сложный босс. А до этого был вроде бомбермен, который говорят, что вообще был очень простой. Тор, я ничего не понял. Ну, ты опять пишешь без запятых, но... Сколько можно без знака припинания писать уже? Уважай русский язык. Или хотя бы тех, кто читает твои сообщения. Я вообще, вот честно, я... Такой набор слов я ничего не понял просто. Я только понял, вопросы есть вот это вот и все. А что там суть, нафиг его знает. Снап, так надо... Как это сто на месте и спам? А уворачиваться от атак, и скидывать этих коричневых этих за борт. Потом вот этих птичек уворачиваться. Ну, в смысле, стой на месте и спам. Потом вот это то, что он раскидывает в стороны, там фиг разми, крыш. Привет за адрес. Не, ну, в смысле, понятно, что это простой босс в целом, да? Но, как бы, ты преувеличиваешь, как обычно. Больше вообще нет ни одного простого босса, потому что это игра непростая сама по себе. Когда играешь в другие айваны, то есть ты на босса тратишь час, это же, типа, уже думаешь, ну, блин, что-то сложный босс. А в босс, если ты босса впервые убил за час, то, как бы, это считается и вообще язычным боссом, да? Но в итоге-то, в абсолютном значении, это все равно сложный босс. Все боссы в боссе сложный снап. Если объективно говорить. Потому что, ну, что значит объективно? Это значит, большинству игроков, которые играют впервые, большинству, а не снапом. Они, кажется, ну, как бы, тратят на них время довольно большое. Час, это уже не такое маленькое время на босса. Возьми среднестатистическую игру. Не айвона, а вообще игру. Ты там что, боссов по часу убиваешь? Опять же, игру не какие-то, а именно премьеры отдельные, исключительные, а большинство игр, где есть боссы. Да ладно, далеко не во всех играх есть как сейвы. Особенно на боссах. На боссах почти ни в одной игре нету сейвов. Ну, я не говорю, опять же, нету вообще. Ну, редко. Ну, в Half-Life есть там. Квиксейвер, ты очень любишь быстрое сохранение? Ну, судя по нику. Ну, нельзя или просто сложно? Просто нельзя, это тут как-то непонятно, что вообще невозможно, тогда это тупо. А, ну, тогда зачем это нужно? Ну, значит, автор не очень. В? Ну, кто-то. Ну, кто-то. Ну, кто-то, ты в итоге. Ну, я не знаю, это не, но, давай-ка йом. Ну, кто-то. Ну, я-то, ты да. Уда-ка йом. Ну, ты, 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 ты. Привет. Привет, Джонни Ван Песо. Кого быстро валю? Так я еще ни разу не убил Салгрена. Теликом. А, или ты про первую стадию, что ли? Если бы мне от этого был какой-то прям сильный профит. Первую стадию уже дофига раз убил, а вот третью... Что-то пока ни разу вообще. Даже не то, чтобы я до третьей стадии еще ни разу даже не дошел до, чтобы самого Салгрина убивать. Пока только приспешников его... Обхожу, да? Сейчас взорвется. А, тут как бы... Смотри, какая система. Либо я его убиваю на вот этой фазе. Либо, если нет, то тогда уже там и зертышки его, и Соник, и телепорты обязательно. Потому что там нет возможности наносить урон. И только на последнем... На последней только фазе уже смогу убить. Привет, Алексей. Оторванная рука в чате? Бывает. Ну, я не смотрел Торниса. А ты знаешь, что у Торниса было смертей на Салгрине, когда он прошел его? Ну, примерно, хотя бы. Я имею ввиду, то есть, не всего смертей, это я могу посмотреть на доске почета, так скажем, в Боши. А именно, на самом боссе сколько у него ушло. А что в старой версии? Что-то не так было, да? 覺得 sneez. А что будет, в лесу? Дальше. А что?! Дальше. Салатная рука. Кстати. Ну может быть этот босс был таким же Пришлось микрить без урона Брестлогрена Иначе бы я не выжил там Так, что-то неприятное Ой, как же ты еле размикрил Я не думал, что она платформа заправила Вряд ли, Алексей, думаю, нет Иначе бы уже были какие-нибудь зарисовки, наверное Но правда он Винксов Ви делает, но я не думаю, вряд ли Ладно, газ, ты отдохнул Давай, заделаем Не, ну почему, Тор? Это не обязательно Он может просто быть основанным Ну просто взять именно текстурку Боши И сделать другую игру Ну как бы не обязательно же, чтобы были крадены персонажи Тем более он и так всех популярных уже самых взял Ну как бы брать тех же самых не имеет смысла Не, ну как, ну понятно, что не всех популярных дел Так очень много популярных есть, но все равно Самых культовых то он уже взял И Зельда, и Соник, Марио, Мегамэн, Мортал Комбат Как бы, ну не знаю, мне кажется, если Боши 2 делать То уже с другими персонажами Можно не крадеными Лишь бы идеи у него были прикольные Именно по самим боссам То есть по их атакам там И по, ну, по хорошему дизайн уровней До меня как-то ностальгия и так не цепляет почему-то в этой игре Просто интересно, но именно ностальгии не вызывает И к тому же, и что Винкс офи, хочется сказать, никто не будет играть Она же ностальгию не вызывает Да не, ну это глупое утверждение Игра не обязательно должна вызывать ностальгии Куча есть айвона би, которых ничего не вызывает Но, в принципе, в них же играют Вон, задрос, говорит, пофиг на ностальгии Да не, сам, это... Ностальгия, конечно, хорошая фишка, но, блин, и без нее можно хорошую игру сделать Ну, я думаю, тут больше суть в том, что если делать больше 2 коммерческой То надо... То надо... Надо сюжет придумывать А какой может быть сюжет про желтый треугольник То есть надо объяснить, почему желтый треугольник это лоу Ви, это консоль, у нинтендо ви есть Задонат? Ну, может, тоже, тоже верно Я знаю эту игру Ну, на ютубе смотрел прохождение То, кто-то там неправильно написал, название вроде написал Тут вопрос, сколько он денег срупит с фингсов Ви? То есть, ну, мне кажется, не такие уж прям огромные деньги И как бы, что он потом с этими деньгами будет... Что он потом будет с этими деньгами делать? Просто будет тратить на себя? Или наймет там какую-нибудь команду И будут пилить какой-нибудь новый проект Ну, разумно было бы, в принципе, продолжать уже дело Может быть, какой-то бизнес организует заодно Ну, это смотря сколько денег Если там вообще будет копейки То понятно, что пойдет просто жвачку купит и все Ммм, я бы задонатил Ну, смотри, это надо посмотреть Что там, какие-то зарисовки, что-то такое, да? Если бы очень понравилось, то, может быть, чуток бы задонатил Ну, хотя бы несколько сотен, да? Рублей Может быть, и задонатил бы Это тоже, как бы, не ноль Но только не просто лишь из-за названия Нужно хоть какие-то зарисовки увидеть Которые бы мне понравились Потому что это не то же самое, что донатить стримеру там, да? Или на новый портал Тут, как бы, конкретно, можно сказать Ну, потом этим же я буду пользоваться Если выйдет Если выйдет Ну, а если не выйдет, просто деньги вернет и все Ух ПЕСНЯ Ух 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 не открыт он нифига не открыт и кино у нас адольф что и следовало ожидать ну snap там написано сайт находится в разработке этого видимо достаточно для элиты да он эти пароли от аккаунтов слил у многих пользователей наверняка пароли совпадали с к2тв а у кого-то может быть еще из почты или еще с чем-нибудь это очень круто и весело ну ключи понятно что он не сам слил но разработчика я бы сразу гнал бывшие просто такого который пароли хранить не защищенном виде боже да это жесть это даже я знаю хотя именно веб-разработкой не занимался и нету нет ни одного оправдания я вот вам скажу нету ни одного оправдания почему можно пароли хранить в открытом виде это вам говорю как разработчик да давно слили забыл ой забыл же тор вот на этом сайте не шифрую ты прикинь вот я же тебе блин ну я ж только что сказал на этом сайте и хранит в открытом виде просто вот написал пароль там не знаю там а бы в гд еда и прям вот именно бы в гд ей хранилась гениально же да ну насчет блокнотиков не знаю может быть и в базе данных но в открытом виде профессиональный разработчик кто там как-то там его звали кобра вроде что такое типа его ник ну прям сразу захотел нанять его прям откуда звук кем-нем-нем не знаю кто-то из своих сломал и это сообщил об этом и вроде якобы не слил никуда эти пароли то есть как бы он ну типа из благих намерений сломал то есть показать что вот у вас дыра безопасности но там какая-то темная история не непонятно на самом деле утекли или нет как бы я не видел сам эту базу паролей за поэтому вроде как ее не слили но фига вы знают на самом деле но при этом порекомендовали всем сменить пароль так что что как бы намекает что все-таки наверно среди звуки да да нет и и Поехали! Надо заканчивать наверное Не, ну в принципе мне кажется У меня повысилась проходимость второй стадии Хоть как-то Все равно конечно зажимают и все такое Но все таки повысилась Вот Сказано сделано Тор ты же, ну стример, ты что забыл? Жизнь Я ничего не знаю Ты, ты то спишь сейчас? Ты закончишь спать очень скоро Когда я закончу стрим Тор. Густо Блин Ну ладно Ваши, блин, спамы В конференции задолбали Да, я вижу, мне вообще-то пуши приходят В которых написано Кто написал и что Ну, правда, длинные сообщения целиком, конечно же, не вижу, но начало вижу Каких симсов? Блин, я не знаю, как можно симсов играть, а еще и смотреть Не, ну, как бы, я просто говорю сейчас, да, свое мнение Разумеется Мне кажется, что это очень скучно Так До 5100 смертей играем Пройдет Когда-нибудь Ну, может, дети его пройдут за него Я не знаю, в принципе Ну, не знаю, все равно, рано или поздно Может, внуки Ну, как бы, ну, кто-то пройдет Да ладно Сейчас Собино Пойдет учиться в универ Сразу мозги начнут работать И это Скручит скилл Ту-ду-ду Ту-ду-ду Че-то делаю Жесть А, ту-ду-ду Я понял Ну, блин Ну, не пишите Да что это такое Да Хорош писать Чатик дым устроили Хорош А, ту-ду-ду Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из Абхазии мандаринки привезли... Вкусные... Не кислые, не сладкие такие, средние... Чистятся вообще легко... Ну короче, да, такая реклама мандаринок... Осталось 4 смерти... Продолжение следует... 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 Вы же видите меня, правильно? Блин, напишите хоть что-то есть А, ну все А то я думал, может реально что-то упало Хотя по ОБС показывает, что все хорошо Ах ты ж не убился то, а А кто поздно, давно уже вернулся Уже где-то час как вернулся Даже больше наверное Куда ходил, да, там по продаже машины Блин, забирают у меня наверное машину Наконец-то Все, последняя попытка Какая есть, такая есть А на этом стрим заканчивается Боши отправляются Куда-то далеко и надолго Всем пока, спасибо, что смотрели